Доброе утро, СтопГейм в эфире и Инфакт! Помните историю с пройдохой Крисом Авелоном? На прошлой неделе его обвинили в секс-грехах прошлого и быстренько сплавили с роли сценариста в ряде проектов. Случай оказался вдохновителен, и теперь уже можно говорить о новой волне подобных обвинений, на этот раз напрямую связанных с видеоигровой индустрией. К движухе присоединились участники турниров по файтингам. Слово за слово, твиттер шмиттер, и вот проведение онлайн-экспо под названием IWA 2020, которое в большей части посвящено драчкам, официально отменено. Причина — непристойное сексуальное поведение основателя и президента IWA Джои Кьюлара, конкретнее — инцидент 20-летней давности. Однажды в баре Джои, он же Мистер Визард, поспорил с 17-летним Майки Фэмом на то, у кого пиписька длиннее. И в данном случае это не эфемизм. Поспорил, проспорил, посмеялись, 22 аксов потерял. Спустя годы выяснилось, что случай такой был подозрительно не единственным. И всякие странные споры возбуждались повсеместно. А ещё чуть позже выяснилось, что Мистер Визард на самом деле был геем. История Майки и Джои разлетелась по миру моментально. И в течение 24 часов от участия в экспо отказались несколько крупных файтинговых издателей, киберспортсменов и комментаторов. А ещё чутка спустя Джои попросили из компании, заодно накрыв медным тазом фестиваль. Деньги за билеты вернут покупателям, а сумму, равную продажам, как и обещали, возместят благотворительному фонду Project Hope только уже со своего кошелька. Но и это, как говорится, ещё не всё. Нескольких боссов Ubisoft также обвинили в домогательствах. Это стало катализатором для проведения внутренних расследований в компании. На выходных лично президент Ubisoft Ив Геймо поведал о промежуточных итогах этого расследования и дальнейшей судьбе компании в письме, которое в первую очередь подразумевалось для внутренней рассылки среди сотрудников. Однако компания решила придать содержимое письма огласке. Геймо пересмотрит состав редакционного отдела Ubisoft, куда входят сотрудники с руководящими должностями, и переделает кадровые процессы. Директору по проектам из лаборатории стратегических инноваций Ubisoft Лидвин Сауэр доверили новую роль — главы по рабочей культуре. Она будет изучать все особенности рабочей культуры внутри Ubisoft, искать проблемы и решать их. С этой недели в Ubisoft начнутся сессии выслушивания сотрудников, где руководители будут внимательно выслушивать подчинённых, которые хотят высказаться на ту или иную тему. Такие сессии проходили и раньше, но их устраивали скорее неофициально, по инициативе босса конкретного подразделения. Всем сотрудникам Ubisoft предложат поучаствовать в анонимном опросе о состоянии компании. В Ubisoft появилась конфиденциальная платформа, через которую можно сообщать о домогательствах, дискриминации и прочих случаях неподобающего поведения. Жалобы, поступающие через эту платформу, рассматривают независимые сторонние специалисты. Ubisoft ищет консультантов, которые рассмотрят текущие процедуры и политику внутри компании и помогут наладить здоровые рабочие отношения. В Ubisoft вводят новую должность — глава по разнообразию и инклюзивности. Этот человек будет отчитываться на прямую Иву Геймо. Быстрым пусть не будет, но всё к лучшему ради лучшего и дружелюбного будущего в компании, подчёркивает Геймо. Удачи им с этим и с новыми ассасинами тоже удачи. Вскоре Horizon Zero Dawn стартует на ПК. Вскоре это конкретно 7 августа. И вместе с анонсом даты релиза были открыты предзаказы игры в магазине Steam за 930 рублей. Не торопитесь, на следующий же день цена выросла до 2800. И в Epic Games Store за 1100 рублей. Вторая цена пока не изменилась. В игру завезут поддержку ультрашироких мониторов, неограниченную частоту кадров, динамическую растительность, улучшенное отражение, продвинутые настройки графики и управления, а также встроенный бенчмарк для технической проверки совместимости вашего ПК с игрой и её продвинутыми настройками. Чтобы прийти к последнему не с разбитым корветом, предлагаю к ознакомлению ссылку в описании на новость с системными требованиями игры, а также составом так называемого Complete Edition издания игры со всеми дополнениями. Не так давно ток-шоу Animal Token, что регулярно проводится в Animal Crossing New Horizons, посетил режиссер Джордан Уотт Робертс, который вот уже 6 лет корпеет над экранизацией Metal Gear. Человек к игровой серии фанатичный и замашки у него соответствующие. Посрамить честь любимой игры не хочет, затем ищет бюджеты, которые в разгар пандемии неохотно выделяют голливудские студии. Сценарий завершён, на роль Солидоснейка претендуют сразу несколько актёров, но до съёмок ещё не близко. И раз дела пошли так, удумал режиссёр забацать анимационный сериал по этой же вселенной вместе с актёрами оригинального состава серии, включая Дэвида Хейтера, традиционного голоса Солида Снейка вплоть до пятой номерной игры. Во что задумка выльется, уже любопытно, лишь бы не затянуло производство и самой себя, и фильма ещё сильнее. Текущие создатели серии Need for Speed из Criterion Games хвастаются своими рабочими и тимбилд процессами и делятся шестью маленькими бесплатными игрульками, что намутили в своих стенах в рамках так называемого геймджема. Это когда разработчики делают рабочий прототип игры за, например, и в данном случае именно так, 48 часов. От идеи до играбельного образца. Частенько такие прототипы получают развитие в полномасштабные игровые проекты, но обычно эти штуки остаются где-то в недрах самих мероприятий и предприятий. В этот раз работники уломали руководство и получили добро на публикацию результатов геймджема. Подборку представляют гонки дронов на арене, кухонная пародия на Skate 4 Stake 4, симулятор бара в условиях социального дистанцирования, ещё один ковидный проект платформер про рока хардкора, игра про котиков-космонавтов, которые чистят свой дом на Марсе, и проект про игрушечную обезьянку, которая должна сбежать из дома, пока хозяин спит. Это не наркомания, это прототипы и идеи, а геймдизайнеры так видят. Ссылаю интересующихся в описании, в соответствующие новости есть ссылки на скачивание всех шести игр. И под занавес, перед вами первый арт кооперативного зомби-шутера Back 4 Blood от создателей Left 4 Dead и Evolve. Игра планирует встряхнуть привычную по предыдущей зомби-серии формулу некими инновациями, которая пока не падает. Релиз состоится не раньше конца года на PC, PS4 и Xbox One. На сайте stopgame.ru вы также сможете почитать забавную статью о спойлерах Halo Infinite. Что в этом забавного? Сюжет игры спойлерят при помощи легообразных игрушек. Ссылка есть, ходить на свой страх и риск. Рекомендация дня. Аналитическое видео Эльмана Гусейнова о том, как там поживает Perfect World в 2020. Приятного просмотра и хорошего дня.